Привет! Вообще-то это кусочки сашими, но невозможно отделаться от ощущения, что тебе пытаются скормить чью-то жопку. Этот пятачок выглядит так, будто сейчас вынюхает весь суп из тарелки, а я не привык бороться за еду с чьим-то носом. Это что вообще такое? Какая-то заготовка для куклы Вуду в кукурузном листочке? Фактория уверена, что если съесть этот шедевр, то будет не сварение. Ну, замечательно. Даже если до этого был аппетит, то теперь он точно исчез. Если вдруг кто-то собирался перекусить под наш выпуск, то лучше попозже доесть. Коллеги этой женщины в офисе постоянно восхищались, как ей удается делать печенье с такими забавными отпечатками собачьих лап. Надеюсь, они никогда не узнают, как именно она их делает. Надеюсь, этот торт делали дети. Тогда никаких вопросов нет. Забавно получилось. Во всех остальных случаях прощения кондитеру быть не может. Вы тоже можете увидеть свои фотографии в наших выпусках. Для этого достаточно найти что-нибудь интересное, сфотографировать, а потом прислать по ссылкам в описании. Когда фотографируете курочку на гриле, стоит немного задуматься над ракурсом. А то больше к вам никогда не придут друзья, обвинив вас в том, что вы зажарили кошку. А что? Вроде все честно. Написано, что это корн-дог. И действительно, это кукуруза в булочке. Что не так-то? Хотите сладкие конфеты в виде маринованного огурчика с человеческим лицом? Может, они и вкусные, но очень, очень странные. Записывайте новый способ поедания доширака. Завариваете чашку лапши, ждите, пока она остынет, а потом обжариваете все это во фритюре. Сомневаюсь в том, что это вкусно, но может кому-то понравится. Таракан так уместно выглядит в этом стакане, что даже непонятно, он там оказался случайный или это так было задумано. И в этом кафе такая оригинальная рецептура кофе. Вот чего бы я точно никогда не хотел увидеть у себя на тарелке, так это кабана, сделанного из лапши. Причем он выглядит так, словно его отпустили на прогулку из преисподней. Записывайте рецепт освежающего летнего коктейля. Берете полный стакан льда, добавляете мяту, а сверху щедро накладываете майонеза. Пробовать этот шедевр лучше в одиночестве, а то окружающих может стошнить. Я не спорю, хорошая шутка, это всегда замечательно, но увидеть чьи-то лапы в тарелке – это уже не смешно. А что будет, если их пощекотать? Они начнут кетчупом брызгаться. Представляете, каковы на вкус старые шлепки, тушеные в томатном соусе? Я тоже не представляю, но похоже, некоторым нравится такое блюдо. Можно, конечно, восхититься мастерством того, кто нарисовал на этом кофе такого реалистичного таракана, но можно чуть меньше реализма, а то аппетит пропадает. Итак, это действительно пицца. В составе присутствует банан, ананас и острый карри. Я так и не понял, это десерт или основное блюдо. Судя по всему, в Техасе существует вот такая начинка для бургеров в виде черепашки. Если честно, на черепаху не особо похоже, да и вообще выглядит сомнительно. Если ищете новых вкусовых сочетаний, то можете попробовать сэндвич с арахисовым маслом и свежим луком. Не обещаю, что это будет вкусно, но новые эмоции вы точно получите. Рецепт для желающих удивить друзей необычным коктейлем. Берите жидкость от консервированного тунца, добавляете туда немного майонеза, а край рюмки плотно посыпаете черным перцем. Никто не сможет это даже попробовать, потому что начнут чихать от перца. Да что же ты вообще такое? Вроде бы мясо, но по форме как рыба, а на вкус как подошва от старого ботинка. Ну кто же откажется от шоколадного тортика с беконом и сгущенкой? Да кто-кто, все откажутся, кто вообще додумался это пробовать? Если у вас есть только доширак, но вы хотите устроить изысканный ужин, то можете попробовать залить его в высокие бокалы, украсить лаймом и сделать вид, что это блюдо высокой кухни. Кто-нибудь знает, почему этот бульон зеленый, как болотная водица? Нет, если автор этого кулинарного шедевра хотел удивить, то у него это определенно получилось, но пробовать все равно не хочется. Все едят картофель фри с кетчупом, но ты не будь как все! Попробуй картошку с мятным сиропом и сахарной посыпкой. Чизбургер хорош и сам по себе, но вот если заменить булочки на шоколадные печеньки, то он наверняка станет идеальным. Главное не вспоминать эту фотографию каждый раз, когда вам будет кто-то предлагать выпить чаю, а то постоянно будут мысли, а не так ли его для вас заваривали. Ну вот как можно есть апельсин, когда он корчит тебе такую противную рожу? Сто процентов он окажется невкусным. Но вы только посмотрите, какое хамство! Все эти пончики решили, что показывать покупателям язык это совершенно нормально. Между прочим, воспитанная еда так не делает. Да, это выглядит странно, но в целом должно быть неплохо. Сразу и сосиски, и гарнир, и лепешка, а главное есть удобно. Нет, у меня нет объяснения тому, что здесь происходит. Это вроде как обычный рамен, но я не понимаю, почему в нем плавает мороженое. Впрочем, от Японии еще и не такого можно ожидать. Вы когда-нибудь видели пиццу с почками? А хотели бы попробовать? Пишите в комментариях, не стесняйтесь, вдруг вы любители кулинарных экспериментов. Кажется, они поймали ктулху и пустили его на кебаб. Это, наверное, тоже вкусно, но кошмары в подарок обеспечены. Бедная рыбка, только представьте, как мал был шанс, что она окажется на столе, намазанная нутеллой, вместо того, чтобы быть спокойно съеденной. Кому пришло в голову заплести лосося в косичку? Зачем они так с ним и за что? Это не шутка и не фотошоп. Этот рамен с крокодильей лапкой можно попробовать в Тайване. Хотя больше это похоже на блюдо из свежепойманного дракона. Вы когда-нибудь задумывались, сколько вареных яиц может поместиться в один багет? Я понимаю, вопрос не из простых, поэтому какой-то человек решил это выяснить, сделав себе такой специфический... эм... сэндвич? Хот-дог? Даже не знаю, как правильно назвать эту конструкцию. Пицца с улитками. Это, конечно, интересно, но извините, никто не рассчитывал, что улитки будут вместе с ракушками. Как это нужно есть, чтобы не переломать себе все зубы? Отпусти гусенечку, изверг. Она вон какая красивая. Хотя, согласен, по размеру она действительно похожа на сосиску. А что поделать, ребенок мечтал о супе из динозавра. Вот родителям пришлось экспериментировать, хотя выглядит все равно странно. Тот самый случай, когда очень хотелось суши, но ингредиенты были только для бутербродов. Тут главное включить фантазию, и тогда разницы вообще не заметишь. Мир вокруг нас полон интересных вещей, так что фотографируйте их и присылайте по ссылкам в описании, чтобы всех удивить. Бутерброд из ананаса под ломтиком сыра... А знаете, возможно, это вкусно, но пробовать я, пожалуй, не буду. Видимо, в доме закончились все продукты, кроме яиц. Ну что же, бывает, тогда неудивительно, что человек проявил такую находчивость. Хотите всех удивить? Тогда в следующий раз, когда перед вами поставят тарелку супа, невозмутимо покрошите в нее банан. Вкуснее вряд ли станет, но удивить всех точно получится. Вроде понятно, что это просто зеленый соус, но убедить в этом организм все равно не получается, и пробовать это блюдо на вкус совершенно не хочется. Не знаю, что это, но больше всего похоже на слизь пришельца. Вот это прям последняя штука, которую я хочу видеть у себя на тарелке. Сырая капуста брокколи, цукаты из вишни и шоколадный пудинг. Судя по всему, этот человек сидит на какой-то очень странной диете. Все это не то чтобы невкусно, просто вызывает недоумение. Говорят, весь мир делится на два типа людей. Одни любят оливки, а другие их ненавидят. Но кажется, мы нашли третий тип, они только оливками и питаются. Никто не спорит, овощи очень полезны, но это не повод засовывать целый качан салата в тарелку. Да еще и целиком. Это что, какой-то бургер для тех, кто сидит на безглютеновой диете? Поэтому булочки заменили на еще две котлеты. Вы когда-нибудь пробовали кубическую лапшу? Как ее есть-то? С какой грани начинать? Очень аппетитный бутерброд с арахисовым маслом, свежими огурцами и маринованной селедочкой. После такого блюда главное забронировать себе свободный туалет на ближайшее время. Размокший хлеб, сливочное масло и чеснок. Автор этого кулинарного шедевра утверждает, что это очень вкусно. Проверять почему-то не хочется, поверю на слово. Попробуйте угадать, что это. В жизни не догадаетесь, это еж! Ну, по крайней мере, задумывалась ежом, а уже получилось то, что получилось. А это запеканка из зеленого горошка и свежих ягод. Говорят, это очень популярное блюдо в Техасе. Правда, мне почему-то кажется, что сами жители Техаса впервые об этом слышат. Ну, да, это роллы с сосисками и спаржей. В принципе, это будет вкусно, так что почему бы и нет? Всего лишь пицца с наггетсами, вафлями и кленовым сиропом. Для тех, кто не определился, что он хочет съесть основное блюдо или десерт. Как и разозлить японцев и итальянцев одновременно? Да легко! Просто сделайте суши-пиццу! Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо за комментарий. До завтра!